С чего начнем? С чего начнем наше собрание, нашу беседу? С трапезы духовной. Что мы будем кушать с вами? Чем мы будем наслаждаться? Чем мы хотели бы поделиться? Что у нас на сердце? Господи, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я к тебе взять душу мою. Какой путь нам предстоит? Мы как сестричество, вот уже два с лишним столетия или десятилетия у Бога, все так, наверное, неоднозначно. Время земное, оно тоже не совсем какое-то правильное. Часы вроде идут ровно, а время пролетает незаметно. Расприятия разные. Иногда все вмещается в минуту, а иногда десятилетия пролетают незамеченными. Что мы видим в себе и что мы видим в других? Какие наблюдения? Что нам дают это наблюдение? Человек, который пытается чему-то научиться, он смотрит, что можно перенять в других, которые преуспевают. И это не зависть, это попытка научиться правильно жить. Человек с неправильным взглядом, он ищет осуждение, он не прикладывает к себе меру какую-то, он ищет осуждение в других, и, наверное, этим он хочет поднять себя выше остальных. То есть его гордыня, его самолюбие ищет возможности стать лучше, но таким образом, без затрат, без никаких усилий. Такое выражение, как мудрый, умный человек учится всю жизнь. Всю жизнь. Это нет завершения в этом. Правда, там дальше идет, фраза заканчивается несколько осуждающей, наверное. Ну, это кончается над тем, что умный человек всю жизнь учится, а остальные учат других. То есть мы часто даем советы какие-то, но которые мы не прошли искушения, не прошли опыт. И тогда, получается, конечно, не суразиться. Потому что совет надо в какое-то время давать, и какому-то конкретному человеку нельзя говорить всем одинаково. Это не потому, что это заискивание или еще что-то, а потому что надо чувствовать, готов ли человек исполнить то, что мы ему говорим. Можно, конечно, говорить о том, что мы начитались в книгах, и говорить всем подряд, но, во-первых, уровень у всех разный. Во-вторых, в этот момент готов человек это принять. Потому что завтра он и сделает это, а сегодня он не готов. И мы его просто подвигаем еще к худшему состоянию. То есть он начинает унывать, потому что не в силах исполнить то, что ему советом, или еще какие-то состояния приходят, не подвигающего к Богу. Конечно, мы можем сказать, что не всегда же мы должны говорить какие-то пророчества. Наверное, нет. Но задумываться о том, принесет ли пользу наше слово другим, я думаю, что надо. Надо уже. Ну, во взрослом состоянии, когда мы с вами уже, можно считать, повзрослели, в основном все. Мы пришли сюда 20 лет назад молодыми, некоторые. Я не про себя. Но вот эти 20 лет должны были все-таки нас в чем-то укрепить, научить. Чему? Кого-то говорить, кого-то молчать, кого-то терпеть, кого-то руководить. И таки у каждого своя мера, свое послушание. Есть ли какой-то внутренний позыв сказать слово, которое могло бы укрепить брата, сестру, помочь, помочь, помочь увидеть свет или остановиться перед каким-то препятствием, чтобы не разбить лоб? В общем, слово «полезное». В общем, слово «полезное». Или, если уже совсем, души полезные. Ну, то есть уже какое-то духовное слово. Не просто совет бывалого рыбака. Совет человека, который сам пострадал, может быть, попадав в какое-то искушение и вышел из него, и желание есть предотвратить другого от такого же состояния. Я не знаю, как приобрести такую открытость, чтобы слово шло от сердца к сердцу. Наверное, оба человека должны как-то себя приготовить. То есть два передатчика. Они должны работать на одной волне. Потому что передатчик может очень мощный, он может там аж провода будут гудеть. А приемник не работает в этой области. Он в другой совершенно настроен. И слово в эфир уйдет, а никто его не услышит, никто его не примет. И наоборот бывает, наверное, передатчик совсем слабенький. Там батарейка села, а приемник очень чуткий. И он ловил даже те небольшие совершенно звуки. И информация принята. Это значит, можно идти дальше. То есть если мы услышали слово, можно его исполнить. Если мы правильно его услышали. Если мы готовы, конечно, дальше притворить его в жизнь. Тоже опять-таки это нужен опыт какой-то. Но вот я говорю, мы уже здесь, на этом месте больше 20 лет. Я не знаю, что это за срок. Для человека это довольно много. Но вообще я в самом начале, сейчас я вижу, смотрю по спискам. Я уже, по-моему, говорил об этом, что для меня рождение монастыря, его возрастание, это списки, которые увеличиваются, скажем, списки. Поминаем, которые о здравии, и потом есть списки о покоении. И они все время балансируют. Вот пока растет эта разница, то монастырь растет. Когда уже будут одинаковые, то монастырь уже в самом эпогее, наверное, в свое развитие. И потом начнется уже о покоении, наверное, больше, чем о здравии. Мне так кажется. Может, это неправильный вывод. То есть это я рассматриваю так рост монастыря, его возрастание. По тем спискам, которые мы упоминаем. Но, наверное, это какое-то такое личное видение, и оно не совсем правильное. Но вот как определить? Как определить? По количеству зданий? По достоинству? Вообще, как в монастыре? Как его оценивают окружающие? Ну вот нас ругали все эти 20 лет, там нападали на нас. Сейчас как-то тихо, что-то они все успокоились. Или не тихо еще? Продолжают, да? Чувствую. А я думал, нет, раньше какие-то собрания были, люди приходили, демонстрации здесь устраивали. Я думал, все успокоились, увидели красоту. А, сейчас же, да. В этом плане я счастливый человек. Ничего там не видят, не читают, не знаю. Да, битва продолжается. Значит, мы взрослеем. Значит, у нас все впереди. Иначе бы не нападали, наверное. Сестры, поделитесь, пожалуйста, вот словом каким-то, вернее, мыслью, выраженной словами. Хорошо бы, если бы все-таки за словом была какая-то глубокая мысль. Не просто пересказ событий, то, что вызвали эти события в нас. То, чем они нас затронули. То, чем мы хотели бы... Хотели ли поделиться бы, я не знаю. Но то, что нас волнует. Если она нас волнует. Может, не то слово волнует, но... Как вообще, я же на собраниях не присутствую. Как здесь, как идет собрание. Это вызывают или как? Или добровольцы скажут, вот я хочу сказать, вчера так полюбил сестру. Не мог насмотреться на нее. Раньше не было такого. Вот у меня так... Такие перемены. Или наоборот. Так было мирно с сестрой. Сейчас не могу на нее смотреть. Не могу себя поведеть. Что-то произошло, я не знаю что. Как и с внутренней борьбы все начинается, наверное. И как предотвратить вот эти негативы, которые могут возникнуть? Наверное, никак. Это для возрастания. Вот когда с нами случаются какие-то такие обстоятельства, как нам кажется, негативные. Но вообще-то они, наверное, для чего-то нам даны. Для того, чтобы мы могли учиться. Учиться преодолевать. Ну, если так, все время в спокойной какой-то обстановке быть, наверное, опыта борьбы не получится. Вот воина, когда призывают на службу, они же попадают сначала в учебку. И там их начинают гонять. И учебка – это самое такое сложное время, говорят. Особенно есть такие учебки. Серьезные. Но этот человек проходит какой-то искус, который помогает ему. Вот выражение тяжело в учении, легко в бою. Это оно сюда тоже относится. Потому что человек понимает, что он сразу, его окунают с такого мира домашнего, спокойного, в мир жесткий, противоречивый часто, как нам кажется, несправедливый. То есть в такие условия, когда ему сразу приходится перестраиваться. Вот как тебя в холодную воду бросили, а ты плавать не умеешь. И вроде и нахлебался, и все равно к одной тени не хочется, начинаешь барахтаться, пытаешься выплать. То есть вот эти трудные обстоятельства на какой-то период, они дают закалку, что ли. Хотя, казалось бы, это не совсем правильно, по-человечески. Но такой опыт есть. И пословица об этом говорит. Тяжело в учении, легко в бою. То есть пройдя вот этот искус, этот опыт, человек уже может действительно воевать. Ну, с собой в первую очередь и защищать других. Но у нас же тоже война. Нам тоже приходится воевать. И с собой. Но чаще и с другими почему-то. Иногда эта война такая неявная, но она внутри проходит все время. Мы спорим мысленно. С кем мы спорим? Тут тоже неоднозначно все. С кем мы спорим? Наши внутренние беседы, разговоры как бы с своим оппонентом. Оппонент не тот, что мы думаем. Совершенно другой. И споры эти совсем не полезны. Ну, во-первых, это отвлечение. То есть у нас в этот момент, конечно, молитва вряд ли появляется. Наше время уходит на пустоту в лучшем случае. А в худшем мы настраиваемся на войну. Но здесь мы воюем-то не с противником, а наоборот. Мы становимся на сторону противника. И тогда успех нежелателен. А когда поймешь это, тогда уже, ну, тогда, да, есть, конечно, есть мера, есть исповедь. Но хорошо бы все-таки, споткнувшись пару раз, уже не попадать в ту же яму. А иногда приходится ни раз, ни два, и даже не десять. Наверное, все... Я неправильно говорю что-то. Наверное, вы уж простите. Все равно есть какие-то предпочтения, конечно. Есть наоборот. Хорошо это или плохо. Может, это и есть какие-то особенности человеческие. В этом тоже есть красота. Буки-то и разные бывают. Бывают цветущих цветов. Бывают сухих цветов. Наверное, бывают вообще из веточек каких-то непонятных. Особенно японцы практикуются. То есть каждый видит красоту по-своему. И в разных совершенно условиях. И в разных ситуациях. Как увидеть красоту человека, когда он взъерошен. Когда иголки торчат, как у лёжика. красота-то никуда не девается. Она где-то там. Внутри. Кого мы послушаем? Что вы меня слушаете? Что я говорю вам? Вы опытные люди. Поделитесь своим опытом. Ой, простите, я не вижу. Вот, вот, наконец-то. Живой человек. Живой человек. Я хочу попросить, ну, вернее, мать Манефа с сёстрами и с братьями просит молитв за выставку в Бутславе. Вот, чтобы хорошо всё прошло по любви и чтобы всё продали. Вот, и чтобы Бог денежку послал. Ой, вот. И ещё я хочу попросить молитв заново представленного Александра. Значит, это брат подворский. Он в прошлую субботу упокоился. Вот, и просто хочу пару слов о нём рассказать. Он пришёл в августе прошлого года и был такой внешне маленького роста, с тросточкой ходил, очень медленно передвигался. Был весь такой побитый. Шрамы на голове, на лице, на ушах, даже дырки такие на ушах у него видно от побоев. Вот, и он вообще ни на что не жаловался. Ко мне приходил медпункт только за конфетками и за витаминками. Вот, и потом где-то два месяца назад стало его рвать. Вот, и я прихожу к нему и говорю, ну, что тебя беспокоит? Ничего не беспокоит, говорит. Вот, потом стал он худеть, ну, потому что кушать ничего не мог, как что-то покушает, его рвёт всё время. Вот, стали мы его в больницу, его там забрали. Один раз он упал. В больнице там особо ничего не нашли, и выписали. Ну, и стали мы его дальше обследовать, обнаружили у него рак желудка. Вот, ну, пока там пособирали нужные документы, пока в ней онкология, в общем-то, он сильно очень истощал и упокоился. Вот, но при этом, вот он два месяца, два месяца, вот, его рвало, он не мог ни кушать, ни пить, и шатало его, потом под конец его уже на руках носили, он не мог сам передвигаться. Но при этом он вообще ни разу ни на что не пожаловался. То есть он не пожаловался ни на своё состояние, здоровье, он не пожаловался ни на порядки на подворье, ни на каких-то там сокелейников, которые там на него жаловались и возмущались тем, что его рвёт там постоянно тазик этот с ним стоит ведро, вернее. Вот, то есть он вообще ни на что, ни на что не жаловался. Вот, не на то, что вот он ездил с нами в поездки, на эти медобследования, и это занимало очень много времени, и он не мог ни есть, ни пить, там тоже в этих поездках. Когда на подворье мы ему капельницы ставили, а в поездках ему очень тяжело давались, но он ни на что абсолютно не жаловался. И был такой момент, когда накануне буквально его уже упокоения, я периодически к нему несколько раз в день забегала, я тоже вечером пришла к нему, и мы с ним разговаривали, он мог кивать или нет, и вот мы с ним разговаривали, и у него начались страхования. Он начал так озираться, вытаращил глаза с чувством ужаса, начал озираться, метаться по кровати, и я ему говорю, Саша, крестись. А он на меня смотрит и вот так головой машет. Я говорю, Саша, крестись, они все уйдут. И он вот так очень медленно с моей помощью, и я ему руку держала, он перекрестился. И потом так стал смотреть вот так вот по сторонам, и потом еще раз перекрестился. И потом улыбнулся и начал быстро-быстро-быстро креститься. И потом, знаете, буквально через несколько, ну, как бы, буквально так очень быстро, меньше минуты, наверное, пришло, так у него такое лицо стало очень светлое, и как будто ему лет 25-30, вот такое вот молодое, светлое лицо, и он лежал так вот, ну, с такой вот улыбкой. Вот, и буквально это состояние через две минуты ушло. Вот, вот, ну, и так вот, меня это, конечно, очень укрепило тогда, но, наверное, еще как-то это подействовало очень на его сокелейников, которые тоже сидели все это видели, у них вот такие вытрученные глаза тоже были. Они такие, ну, люди, так. Самое интересное, потом, вот, когда он уже упокоился, то эти сокелейники псалтирь считали с большим удовольствием. То есть я ему рассказала, для чего надо псалтирь читать, когда вот он лежит, когда у него страхование, вот это вот. Вот, и вечером мы его, вот, в пятницу мы его пособоровали вечером, утром причастили, была в субботу, батюшка служила, литургия, и вот, и через два часа после причастия он упокоился, тихенько совершенно, вот, дышал, дышал, дышал и перестал дышать. Ну, для меня, почему я об этом рассказываю, да, потому что, ну, кто там, я когда-то про Негаса рассказывала, да, да, как Негаса там перед смертью светился, да, вот, и для меня, конечно, вот, я вот смотрю эти братья, да, как бы они там ни жили, вот, как-то они умирают очень красиво некоторые. Вот, я потом нашла у него в паспорте телефон, там позвонила по этому телефону, он сказал, что он упокоился, и человек там, который был на том конце провода, он сказал, что вот этот Саша жил, он даже был женат, вот, и его жена выгнала из дома, выписала, ну, то есть он не мог жить в своей квартире, вот, и спал в подъездах, и там задавал бутылки, там, и макулатуру, и, в общем-то, попивал так. Ну, наверное, крепко ему досталось, потому что очень шарамированный весь такой был. Вот, и, ну, и вот, как бы, знаете, я так думаю, что, что, вот, ну, слава Богу, что подворье есть, что они там находят, вот, даже вот некоторые люди приходят, они там недолго находятся, но они умирают как-то очень потрясающе. Вот, и еще хочу попросить молитв, сейчас у нас в больнице лежит брат Николай, он очень долго пил, тоже старый подворский брат, уже, там тоже, наверное, больше лет 15, наверное, там на подворье был, вот, и, в общем-то, ну, в критическом таком состоянии, вот, сердце у него там очень сильно пошатнулось, сейчас третья стадия сердечной недостаточности, задыхается весь. Вот, Николай его зовут, спасибо. Ну, я подумала, что мне тоже можно поделиться о встрече с красивым человеком. К нам приезжал на прошлой неделе, ну, неделю назад уже уехал, приезжал молодой человек из Америки с Южного штата, с Техаса, это такой самый консервативный штат, и ему 38 лет. Его зовут Джастин, ну, это, ну, по-русски в крещении Юстиниан, в честь императора, римского императора Юстиниана. Вот, и человек, ну, просто удивительно, вот он, знаете, он, ему-то сейчас 38 лет, он 8 лет назад принял православие. И как он вообще, вот, ну, он совершенно ничего до этого не знал о православии и из протестантской среды, и вообще он никуда особо не ходил, ему как-то вот вообще вот религия, ну, наверное, была так, как бы довольно безразлична. Но в какой-то момент, вот в юности он подружился с девушкой, которая тоже из протестантской среды, обычная девушка современная, но каким-то чудом ее папа был православный. То есть ее папа был американец, который принял православие, ну, насколько я понимаю, он единственный из всей семьи, больше никто. И вот этот папа ее упокоился, и вот этого молодого человека, Юстиниана, пригласили на похороны. Девушка пригласила его на похороны папы. И он вот так вот его, то есть его встреча с православием была именно вот на православных похоронах. И его отпевание настолько потрясло, что просто он, он после этого сразу не стал православным, но он очень сильно задумался и с тех пор постоянно об этом думал, что что-то не так с протестантизмом. Он говорил, что вообще вот у них в протестантской традиции, ну, вообще вот в Америке они боятся смерти, они хотят от нее быстрее, как от чего-то такого неприятного, об этом не думать. Они вообще вот за своих усопших не молятся. Они молятся, вот протестанты, они молятся только о здравии, а о покоении они вообще не молятся. Кладбище у них, ну, вот я была в Англии, например, на таком англиканском кладбище, ну, и ни один раз, ни на одном кладбище. Они заброшены, за могилками там они особо не ухаживают. То есть, ну, наверное, разные бывают, но в принципе в их традиции смерть – это что-то такое неприятное, все, надо там человека уже зарыть, закопать это тело, и гробы у них на отпевании закрыты. И не надо смотреть, не надо там не пугать, ну, там портить настроение там себе, и там кто-то приглашен. И все, быстрее от этого избавиться, и жить себе дальше спокойно. Вот. Я, ну, вот слышала от кого-то, что вот даже вот в Евангелии то, что Господь сказал, ну, вот там был такой эпизод, да, что человек, ну, спаситель говорит, ну, вот я точно не помню, ну, так примерно, что спаситель говорит «идем за мной, иди за мной», а человек говорит «мне надо похоронить отца». Он говорит «пускай мертвый хоронит своих мертвецов». И вот кто-то мне вот рассказывал, что протестанты, вот они так и толкуют, что вот это по-своему как-то перекручивают, и что, ну, вот оправдывают свое такое нежелание как-то молиться за усопших. Ну, и в общем, вот когда он был на православных похоронах, его больше всего поразило, что гроб был открыт, и видно было лицо человека, и оно было, наверное, красиво, и, наверное, человек лежал в гробу, и его очень поразил сам чин отпевания, его поразила красота, такое величие самого, ну, вообще вот это таинство смерти, то есть он чувствовал, что прекрасные песнопения, и как-то он видел, что они дают душе утешение, что как-то вот это все, ну, как-то вот увидел в этом красоту и такое вот величие. А потом как раз вот как бы для контраста у него умер его родной брат, который был инвалидом и очень, ну, в детстве очень молодым умер. И он был на... Свои были у них похороны, и вот он говорил, что такой контраст очень яркий, что вот на протестантских похоронах там гроб закрыт, и все, и люди просто как бы жмутся какими-то кучками, кучкуются, жмутся друг к другу, какими-то грубками собираются, и не знают вообще, куда себя девать, и нету никакого выхода этому горе. Просто человек, он вообще не знает, что ему делать, ну, вот близкие, они не знают, что делать с этой скорбью, то есть они никакого утешения не получают. И он говорит, я тогда очень сильно задумался, что что-то не то. Но он как бы, в общем-то, не стал после этого таким прям... Ну, после этого он не побежал в храм, он знал, что есть православный храм, где он жил, но просто как-то вот у него это осталось до души след. Но в 2015 году по всей Америке, во всех штатах, в каждом штате свой закон, но вот этот закон они провели во всех штатах и заставили все штаты признать однополые браки в 2015 году. И даже вот их штат Техас, он, наверное, самый консервативный штат, то есть они там в основном, люди сами по себе, они верующие, они, наверное, верующие, ну, и они очень против этого, ну, вот сами люди. Но им это навязали, этот закон, и они ничего не могут поделать, это по всей Америке. И говорит, у меня был такой протест, то есть он был молодой человек, ему было тогда 30 лет, но, говорит, у меня в душе был такой протест, что я просто от протеста уже побежал в православный храм какой-то румынский и, в общем, принял крещение, ну, и как бы уже стал православным. Вот, и в феврале этого года он узнал, ну, он где-то прочитал, что наши дети, хор детский едет, ну, хотят поехать в Петербург, в паломничество, и что собирают денежку, и он пожертвовал какую-то денежку, ну, вот так вот написал нам что-то, ну, так вот с ним связались и так познакомились. Он сказал, что хочет приехать, и вот через несколько месяцев, сейчас летом приехал. Ну, и был у нас шесть дней. И такой он интересный человек, он вообще не, ну, не похож на такого стандартного, такого вот американца, как мы, ну, как мы, ну, как вот у меня, например, такой стереотип, что надо там такая улыбка на все 32 зуба, такая постоянная, ну, такая манера общаться, такие все, как бы общительные такие, потому что их так с детства воспитывают. Ну, это такое, как бы немножко внешнее такое поверхностное общение. Он вообще другой, он больше похож по какому-то, по характеру, по такого, по темпераменту, по всему, по... Больше вообще на нас похож, ну, на белорусов похож больше, на славян, на белорусов, ну, какой-то. Он говорит, я себя в Америке вообще чувствую чужим. Вот вообще мне как-то, ну, ну, совершенно вот не, ну, как не дома. Ну, вот вообще что, вот я другой, и как-то, ну, мне все это не близко. Ну, такой. И он написал нам, говорит, дайте мне, я приеду, дайте мне послушание, я буду туалеты мыть. Ну, мы такие, ну, да, ну, что, конечно, как-то это, гостю мыть туалеты не очень. Ну, в общем, мы ему, он тут помогал в трапезной, какие-то мешки носил, какие-то там с нашими братьями, какие-то там банки там таскал из подвала, какие-то мешки там с сахаром, еще с чем-то. Ну, потом мы поехали на подворье, мы там с ним клубнику пособирали немножко, в общем, себе заработали на десерт. Вот, ну, такой вот человечек, что помолитесь за Юстиниана. Он сказал, что никогда в жизни не ел такой вкусной клубники и вообще всего такое, ну, все такое вкусное. И что приехал в Америку, сразу стал искать кефир в магазинах. Говорит, я нашел что-то, ну, что-то этот кефир какой-то не такой. Я говорю, ну, так и не будет такого. Может быть, поищите какой-то русский магазин или украинский, или польский, там как-то, ну, там, конечно, неизвестно откуда продукты, но как-то, может быть, они немножко больше похожи. Вот. Ну, такой глубокий очень человек, он очень такой, ну, как-то видно, что, ну, и вообще такое удивительно, что такое, тоже у меня такой стереотип, что американцы такие невежественные, ну, такие, как бы, ничего не знают. А он все, он очень много читал, очень любит Россию, очень многое, ну, Россию, Белоруссию, ну, вообще вот когда, и очень много читал, и знает географию, знает там какие-то даже города такие, знает, где Уфа, где Новосибирск, где еще что-то. В общем, знает то, что мы даже иногда и не знаем. Ну, потому что как-то вот он, а, и говорит, я хочу пожертвовать денежку, хочу еще пожертвовать вот на русских солдат, которые в госпиталях, которые, вот сам, сам говорит, вот я хочу, может быть, вы там передадите эту денежку. То есть это как-то, ну, удивительно. И вот, знаете, сейчас вот вообще бывают такие истории, конечно, это не то, чтобы массово, но вот в Америке бывает такое, что молодые люди, они как-то, ну, как-то у них вызывает протест вот то, что там происходит, и они вот прямо вот приходят в православные храмы, хотят креститься, хотят быть, принимают православие. Так что, наверное, еще мир постоит, если как-то есть такие красивые люди. Тема о вечности. У меня послушание на женском подборе, и когда ты видишь, как Господь меняет человека, как он, ну, как действие Бога, то это как-то вдохновляет. Эта неделя была особенно вдохновительная. У нас тоже упокоилась бабушка. Ну, это не упокоение больше, наверное, на жизни, как, ну, как вообще Господь буквально за несколько недель, как он подготовил душу, да, которой уже было 84 года. И я просто была, для меня это было какое-то очень удивление, потому что когда нам сказали, что бабушка приедет, что она там бывший начальник, очень такая вся, в общем, требовательная, мы уже с ужасом думали, что мы будем с ней делать, и как вообще. Вот. И первая неделя она, ну, то есть как-то человек вообще терялся, не понимал, где находится, что, ну, то есть понятно было, что это еще и деменция. Мы вообще как бы не знали, что мы будем с этим делать. Потом прошла неделька, а дальше потихонечку она стала приходить в себя, оживать, а потом исповедь причастия, да, вот это как-то молитвы, она молитвослов читала сама, вот как бы она с ним приехала. Вот. И она стала преобожаться, и стала, даже по именам всех запоминала, причем как-то так удивительно все это происходило. Потом она очень переживала, что она ничем не может помочь. Ей так хотела что-то делать, а делать, ну, понятно, сил не могла. Ну, поперебирала там петрушку, но это не то. Я ей дала кафест в парительнице хлебов, говорю, вы вот молитесь, мы огородицы садим, а вы молитесь. Она читала добросовестно каждый день, знаете, так совпадели, сильные стечения, но за этот период, пока она каждый день читала, мы садили огородик и ни разу его не поливали. Каждый раз периодически был дождик. Даже просить не надо. Вот как-то так Господь управлял этот огородик, что у нас так все славилось. Я ей объясняю, что вот это по вашим молитвам. Вроде она радуется, а все равно хочется что-то делать. А потом мы стали к ней выезжать немножко на квартиру, и она все хотела остаться. Я ей объясняю, что вот надо там служба, там праздник, она принимает. Причем осознанно три раза она исповедовалась, причастилась, и в храме так она, ну, в общем, трезвение какое-то такое, прямо вот на глазах. Так ей нравилось, все хорошо. И вот последний момент, когда приехала домой и вот проявила такую настойчивость, говорит, все, остаюсь дома. И ни в какую. Мы и так, мы несколько раз ее уговаривали, то банькой соблазниваем, то там, ну, вот хорошо. Мне у вас очень хорошо, я всех полюбила, мне даже, я скучаю. Но мне надо дома быть. Вот я должна дома управить вот свои дела. Какие у вас дела? Ну, что вы управите? Там приберусь, там это. И ни в какую. И сидит, улыбается, такая красивая, и ни в какую не хочет. И потом мне говорит, ну, вот давай ты меня сейчас оставишь, а через нельку приедешь и заберешь. Не сказала, поеду или там вернусь, а просто заберешь. Я говорю, ну, ладно. Ну, бесполезно было говорить. Мы приезжали к ней, через день там таблеточки разложим, покушать. Я говорю, вы уже плохо ходите, вам надо помощь, вам надо, чтобы кто-то рядом остался. Нет, никого не надо. Я сама. Хорошо. Потом приезжая, она говорит, вот ты говорила, я плохо хожу, а я в магазин сходила. Ну, я действительно плохо хожу. И с таким каким-то смирением, и у меня была такая, когда мы говорили, что-то там про старость, она вообще не говорила, но говорила, я живу по принципу. Молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина. померла старушка. И вот этот принцип она всегда всем повторяла. Мы так уговорили на Троицу, говорю, ну вот, Троица такой праздник. Ты говорила, что вот там был праздник большой. Я говорю, это было Вознесение, а тут Троица. Вот как бы как заключение. Нет, ни в какую. И на Троицу мы еще заехали к ней, навестили. Она была такая счастливая, довольная такая, и силы какие-то крепче, даже без палочки хотела. Ну, в общем, просто вот какое-то такое. Больше, самое интересное, что она за этот период, я думаю, надо чем-то ее занять. Я ее прочитала сначала. Начали мы с ней читать Библию для новоначальных. Пару дней почитала, а потом она так понравилась. И она стала читать. И она прочла ее за неделю. Такая интересная книжка. Я потом ее еще привезла про преподобному ученицу Елизавету. Потом приезжаю, говорю, ну читала. Видишь, читаю. Там действительно на 95-й страничке, но она так и осталась на 95-й страничке. Вот мы на Троице с ней побыли, она нас провела. Закрыла за нами дверь. А во вторник, когда мы приехали, мы уже открыли, но она уже упокоилась. И получилось так, что это была ровно неделя, как она мне сказала, что ты приедешь и меня заберешь. Я приехала, действительно ее забрала, но уже не на подворье. Наверное, все-таки душа чего-то хотела, как-то она чувствовала, или это было ее желание, и Господь, наверное, с этим желанием посчитался и забрал ее, похоже, на Троицу, потому что определить трудно, но, во всяком случае, с того момента, как мы уехали, ни страничка не перелеснулась, ни еды она, видно, ничего не кушала. То есть как бы в той одежде, которую провожали, так осталось, похоже, как бы на Троицу Господь ее и забрал. И как-то так вот удивительно, ну как-то легко, не было вот какое-то там удрючение или чего, то есть была вот какая-то легкость, и мы когда молились, у гроба тоже, то есть не было красоты телесной, потому что, ну все-таки человек два дня там пролежал в квартире, но не было вот какого-то такого, какого-то спрата или чего-то, была просто вот какая-то радость. И когда читали, ну еще у нас в храме там отпевание было на подворье, когда мы стояли у гроба, читали, даже сестры там от Феронии у нас отдыхают, говорят, вот так как-то легко было, очень легко, молиться легко, и легко как бы вот Господь забрал, вроде как никого не обременяло, получается. Но вот это мы, я все время смотрю, ну как вот, как она за неделю и с такой уверенностью сказала, вот все, езжай, у тебя много дел, у вас там то и это, ты меня оставь, и все. А через неделю приедешь и заберешь. Господь же как-то открывает, наверное, души. Это какое-то чувство, или это какое-то... Или это для нас просто, чтобы мы понимали, что вот есть какая-то живая связь души с Богом. Это не обязательно, не обязательно она могла знать. Нет, так она не собиралась. Она даже сказала с лестницы цветочки свои в квартиру занести, я поливать буду, я буду смотреть. Она обрадовалась, что она окрепла, что она сама уже в магазин сходила, то есть все, она по виду, то есть она не собиралась, как бы... Господь бы исполнил. То есть тут не она как бы подстраивалась, Господь подстраивался под нее. Под нее, да. Да, она сказала через неделю, ну, сказала, получи. Ну, как... Ты что хотела, получила, а дальше пошла. Часто Господь дает нам по нашей просьбе. Иногда даже не очень поразумно. Ну, вот удивительно, что она прожила у нас там три, наверное, четыре недельки, но оставила такую светлую о себе память, настолько все как-то любили с ней общаться, прогуляться. Она такой интересный собеседник была, очень такая живая. И насколько... И вот даже Пода, которую она уже у нас провела, она прям вот у нее такое радостное выражение лица. Настолько для всех даже как бы шоу просто как-то так удивительно. А иногда с людьми годами проживаешь, и нету вот такого ощущения, что там что-то было хорошее. А вот этот момент, он настолько как-то вот запомнился, причем все как бы с любовью это приняли. Людмила, новопредставленная Людмила, помолитесь. Разные люди, и, казалось бы, люди отверженные, а у Бога по-другому. Батюшка начал про борьбу, про наши отношения, какие-то между сестрами бывают. Или хорошие, потом плохие, или плохие, потом хорошие. И вот как-то так вспомнилось такое обстоятельство отношений наших с сестрами. Это как бы я сама для себя получила такой урок. в январе меня перевели на другую точку. Ну и сказали, что надо что-то сделать, чтобы она как-то так ожила. Ну и там, что смогла, там что-то переделал, по-своему что-то сделал. Старшие приезжали смотреть там. И вот одна из старших сестер дала мне такое замечание, что надо переставить керамику. А поскольку там евроопт и там дешевая очень керамика и гламар тоже рядом, тоже дешевая. И она такая, ну, получается наша дороже немножко керамика, и ее покупают слабо. Я решила, раз так, то надо как бы кружки именные поставить как бы на уровне глаз, чтобы они как-то так. Ну и они на самом деле как-то нормально вроде бы так покупались. А тут старшая сестра говорит, что нет, их надо убрать на низ. Ну и я вас протестовала, потому что как бы ну, у меня был какой-то свой план на это, что вот как-то так, надо вот так, потому что так будет лучше. Она говорит, нет, надо поставить на низ. Ну и потом еще другая сестра старшая мне сказала, а я говорю, ну, а потом они говорят, что много кружек, и они могут упасть, может разбиться стекло. Говорит, такие случаи уже бывали. Вот, я говорю, ну, если разобьются, то я своими деньгами заплачу. Вот, то есть, как бы такую договорку нашла, да. а перед этим была такая ситуация, что, ну, там, мошенники развели хорошенько так, ну, в общем, и я решила предупредить в чате с сестр, что такая ситуация, чтобы они были более внимательны. Вот, и так получилось, что сестры как-то так пожалели меня, поскольку я своими деньгами все это заплатила. Они говорят, вот, давайте мы там по 5 рублей скинемся и как бы поможем сестре, чтобы уже ей не так было уныло, что, вот, и так получилось, что действительно там они по 5 рублей, по 5 рублей, и, в общем, возместили мне то, что я заплатила за свою же невнимательность и за свое, ну, как это такое. Вот, и так получилось, что вот эта вот ситуация застряла, то есть, я не слушаюсь, вот, ну, сестры тоже поняли, что со мной как-то бесполит, бесполезно разговаривали, что и упрямая, вот, и тоже как-то уже больше, как бы, сильно не настаивали, но она застряла между нами, эта ситуация, и вот, как-то так, в один момент, когда у нас решались какие-то вопросы, одна из старших мне говорит, что вот, как бы, вот ты не слушаешься, вот, как бы упадет, эта керамика разобьется, а потом скажешь, будешь жаловаться, чтобы уже тебе помогли, типа, ну, наверное, вспомнила эту ситуацию, и мне так стало обидно, что, ну, просто уж караул, я как бы пришла домой сама, не своя, думаю, ну, я же как бы ничего у сестр не просила, я просто хотела, чтобы, ну, не попали в такую ситуацию, чтобы у них тоже такое не случилось, вот, и как-то, ну, такая уже мне застряла обида, и я такая все, кручу, 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 вот эту ситуацию, думаю, так, ну, раз так, ну, я, ну, что я могу сделать, ну, я буду тебе переводить на телефон по пять рублей, вот, буду подкидывать, подкидывать, и не буду говорить, кто, ну, вот буду тебе там, вот, и я верну тебе вот этих сто рублей, которые мне сестры собрали, вот, ну, и потом сама думаю, ну, что это ж не то на сердце, вот, что это ж не, и думаю, что, ну, хорошо, ну, ладно, ну, будешь ты переводить эти рубли, и что потом, что ты все это время будешь жевать вот эту вот свою обиду, и этим будешь жить, и это твоя жизнь такая будет. Не, думаю, ну, что-то не то. А потом, ну, все-таки же обидно. В общем, такая борьба внутренняя происходит. А потом исповедь. Думаю, ага, а что же я скажу на исповедь? Ну и так вот думаю, думаю, ну что же я скажу на исповедь? Что объяснишь, что меня обидели? Ну так это же как бы не исповедь, какая же это исповедь? Исповедь ты свой грех говоришь, а не чужой грех. Мало ли что там у кого на сердце. Я такая думала, думала. Ну Господь, наверное, помог додуматься. Ну а чего ж тебе так больно? Ну, наверное, ты не совсем смиренная. А потом, а чего ж ты не поставила? А потом, кстати, я Даша сидела, сидела и смотрю. Ну да, что-то там густовато, что-то там темновато. Может, правда опустить на низ? Думаю, как-то так, может, веселее будет, как-то так больше света будет. Ну я так взяла и опустила это. Наверное, эта сестра за меня помолила, чтобы я не была такой упрямой. Вот. Я когда опустила, все это передела. Так мне самой так понравилось. Думаю, вот. А так светленько стало, хорошо. И как-то аккуратненько все не сложились. Все. Вот. И пошла на исповедь. И уже говорю, что, ну, согрешила там непослушанием, гордостью, обидой. Вот. И как бы так пришла домой. Такая красота на душе. Так легко, так хорошо. Никакой обиды нет. И уже ничего мне не обидно. И уже когда вспоминаешь, это как-то так, ну, вообще как-то так ничего. И вот как-то так уже и созванили с этой сестрой. И ничего на сердце не ёкнуло. Аж было так обидно, что думала уже все. Ну, вот как-то так Господь учит свои ошибки проживать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.